Институт Лемкина обеспокоен агрессивной тактикой разгона протестующих и журналистов в Ереване 12 июня, которая противоречит провозглашенной приверженности Армении миру, демократическим принципам и правам человека. Это обязательство должно означать защиту права на мирные собрания и свободу слова, а не подавление инакомыслия с помощью насилия и кровопролития. Об этом говорится в заявлении Института. 12 июня, во время продолжающихся антиправительственных протестов в Ереване, полиция применила грубую силу, в том числе применила десятки дымовых и светошумовых гранат, направленных непосредственно на людей в толпе, в результате чего были ранены почти 100 человек, в том числе журналисты, ряда новостных служб. 13 июня, правоохранительные органы утверждают, что полицейские получили незначительные травмы. Вызывает тревогу тот факт, что власти вместе с премьер-министром Николом Пашиняном выступили в защиту этих действий полиции. Как мы уже неоднократно заявляли, свобода слова и собраний являются фундаментальными правами человека и основными принципами инклюзивного и справедливого общества. Они также являются важнейшими инструментами предотвращения геноцида, поскольку эти права позволяют отдельным лицам и сообществам выступать против несправедливости и требовать подотчетности от своих правительств. Предоставляя людям возможность высказывать свои опасения и коллективно мобилизовываться, общество получает больше возможностей для устранения и смягчения факторов, способствующих процессам геноцида. Таким образом, Институт Лемкина обеспокоен агрессивной тактикой разгона протестующих и журналистов в Ереване 12 июня, которая противоречит провозглашенной приверженности Армении миру, демократическим принципам и правам человека. Это обязательство должно означать защиту права на мирные собрания и свободу слова, а не подавление инакомыслия с помощью насилия и кровопролития, подчеркивается в заявлении Института Лемкина. Институт Лемкина Институт Лемкина Институт Лемкина Институт Лемкина